Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» – «Лёд идёт». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» – «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразоль-Брушковский. Глава 4. Сегодня был хороший день. У этой одна только прозрачная косынка накинута на плечи, а у той в зелёных завитушках мерцают редкие снежинки. Иммант неожиданно рассмеялся. — Ты что? – спросил Юрис Скард. — Эти-то, ну как их? Прямо как дамы. — Где? Ни одной не вижу. — Да не тёти. Сосны. Юрис улыбается. — Откуда ты знаешь, какие бывают дамы? — Вот ещё. — У тёти Зелмы с мамой все дамы. — Ой, гляди, заяц даёт дёру. Иммант вскакивает и стучит в переднее стекло. — Смотри, смотри, как чешет. Было бы ружьё. Трах-бах. И мимо. — Почему мимо? Прямо в цель. А потом Бобик принёс бы. Красота. Привезли бы домой маме. — Мама. Иммант умолкает. Восторг заметно снег, хотя заяц ещё петляет, разрисовывая снег. — Ты чего, скис? — удивляется Скард. — Рогатку отняла. — Одна игра, кто первый, осталось. — Возьму и кину в печку, — решительно заявляет Иммант, поблёскивая глазами. — Разве игра виновата? — Иммант вздыхает. — Конечно, не виновата. Только... только... Машина выезжает из лесу, взбирается на пригорок. — Внизу местечко. Разбросанные постройки выглядят издали одинаково серыми под белыми крышами. — Это Берсиэмс? — Иммант понемногу забывает свои напасти. — Да. — А где магазин? — Видишь? Вон тот двухэтажный дом у самой дороги. — Пока я погружу ящики, ты разомнись. Вы не с кузова своего приятеля. Побегайте. Потом завернём в столовую и похлебаем супу или ещё чего. — Да мне не хочется, — отмахивается Иммант, глотая слюну. Ветер, наверное, пробрал Бобика в кузове до костей. Дрожит бедняга. Жалобно глядит на Имманта и скулит. Иммант отвязывает цепочку, спрыгивает с борта и тянет за собой щенка. — Можно бежать куда душе угодно. Скакать, вздымая снег столбом. Иммант, прыгнув через канаву, запнулся о цепь и бухнулся в сугроб. Бобик на него. И давай перебирать короткими лапами у него на груди, стараясь во что бы то ни стало лизнуть Имманта в заснеженное лицо. Иммант, увязая всё глубже, вертит головой то в одну, то в другую сторону, уклоняясь от розового языка и глухим от смеха голосом, запыхавшись, кричит. — Караул, спасите! Снег забирается за воротник в рукава, в ботинки. Носки оцерели. Ну и подумаешь, на обратном пути поддрожит немножко и всё. Хочешь, не хочешь, а вставать надо. — Бобик, отстань! Ах ты, псина несчастная! Хватит, замри! Пальто и штаны в ошмётках снега, как в белых клопчих. — Боб, а правда я похож на белого медведя? Ты не знаешь такого, дурашка? А конфету Мишка на севере видел? Помнишь, я давал тебе откусить половинку, а ты слопал всю? — Валда угостила только одно, а ты обжор её и проглотил. Они смотрят друг на друга и улыбаются. Правда, Бобик только виляет хвостом. Иммант представляет себе, что бы сейчас сказала мама. Он даже содрогается, вообразив её ужас. Но волшебное чувство свободы вытесняет всё. До Имманта не дотянуться, его не поймать. И уже кажется ему, что он большой и приехал сюда, в Берсъемс, поневесть какому неотложному делу. А сам валяется с щенком по сугробам. Ну, скажем, этого никто не видел. Он может постоять и около машины, поглядеть, как Юрис с одним дяденькой перетаскивает из магазина бочки и ящики с пустыми бутылками и банками, которые называются... Погоди, как же они называются? А! Тара! Юрис так сказал. Чудное имя, прям как у девчонки. Тару выносит и выносит, а она всё не кончается. А кто, собственно, приказывал Имманту торчать здесь, как на привязи? Совсем рядом проходит тропинка, она ведёт в гору, а дальше неизвестно куда. Иммант, маломальски отряхнувшись от снега, бредёт вверх. Пригорок довольно отвесный, но чья-то заботливая рука в местах покруче вырубила в снегу что-то вроде ступенек. Вдали сбились в стайку сосны, оттуда поднимается серая струя дыма, тающая на ветру. Э, значит, там стоит дом. Вот чудные люди, на какую высотищу забрались жить? Должно быть, паводка боятся, как они в Яун-Бейлаве. О, и далеко же отсюда видно? Домики внизу прямо карлики. Ёлочки и берёзки игрушечные. Вон где их машина, рядом с магазином. Машина со спичечный коробок. Юрис и второй дяденька как муравьи. Эй, муравьи! Не слышит. Иммант прикладывает ладони к рту трубкой и кричит, что есть мочи. Юрис! Ага, услышал. Машет рукой. Иммант машет в ответ, скачет на одной ноге, но постепенно притихает, вслушиваясь в молчание, царящее здесь, наверху. Лишь изредка ласково шепчутся между собой сосны. А когда внизу проезжает грузовик с брезентовым верхом, шум бежит куда-то в сторону, не осмеливаясь нарушить покой холма. Кажется, что это просто огромный зеленый жук, ползущий по белой земле. В далекой дали выстроили середком столбы. Даже проводов не видно. Кажется, что их взяли, да и натыкали в снег. Они и стоят. За прозрачной рощицей низкая долинная постройка, а по другую сторону еще одна, только чуть покороче. Дорога здесь и дорога там. Нет, это не дорога. Если через нее мостик. Это речка. Только она замерзла. Может быть, течет в Даугаву? Скарт говорил, что все здешние речки и ручьи впадают в Даугаву. Откуда они знают, в какую сторону течь? Извиваются по лесам. Огибают дугой гору, как вот эта. Того и гляди заблудится. Да не тут-то было. Надо спросить у Юриса, как речка находит Даугаву. Почему не ошибается? Юрис знает все. Когда они едут, всегда рассказывает. Это шоссе ведет в Ригу. Это дорога. В Мазмарке. А по этой просеке в хорошую погоду можно шпарить в Бедрене напрямик. Шесть километров срезаешь. Знает дело. Да чего же велик мир? Ух ты, как далеко вон тот синий бор. А что дальше? Рига? Интересно, почему не видно Риги? Если забраться на высокую-высокую гору, еще больше этой, до самых облаков, тогда увидишь? Влез на облако и покатил. А там, в Риге, ухватись за какую-нибудь башню и съезжай на землю. Тяжелые, темные облака плывут так заманчиво близко, и кажется, что стоит только руку протянуть. Ишь, какие! Притворяются! Взгляд Иммонта соскальзывает с неба на землю, а оттуда Юрий смашет чем-то белым, зовет вниз. Иду-у-у, вопит Иммонт в ответ, да так, что у него даже голос срывается, как у молодого петушка. Он мчится вниз. То и дело скользит, теряя равновесие, но всякий раз нога нащупывает ступеньку. Под конец он все же скатывается кубарем, потом садится, отдуваясь. И так ему смешно, так весело от светлого ощущения воли. Юрий Заскард стоит с дяденькой в машине и разговаривает. «Твой?» – спрашивает дяденька, указывая головой на Иммонта. «Да что ты! Моему младшему и то полных четырнадцать. Он просто так, тоже из Яунби и Лавы. Приятель, как говорится, с улыбкой отвечает Юрис. Практику, что ли, проходит?» – усмехается дяденька. Иммонт хмурится. Ему такой смех не по душе. Разыгрывает, как соседский Эджус. «Ты что же, отрок, тоже в шоферы метишь?» Это уж точно к Иммонту вопрос. «Теперь все норовят шофера. Вот в чем штука. Машин не хватит!» «Хватит!» – решительно возражает Иммонт и прячется за широкую спину Юриса. «Хватит!» «А почему бы тебе, удалец, не стать, ну, скажем, завмагом, а? Ну-ка, отвечай. Неинтересно, да? К рукам прилипает, да? Зато шофер не весть, что такое. Грязь и езда ночи напролет. И смелости. Леший его знает, что еще. И дяденька опять противно хихикает. «Кончай, а то перекиснешь в уксус!» – выручает Иммонта Юрис. «Да я разве что!» – не растерялся завмаг, а сам все же притих и смеяться уже, глядишь, не смеется. И заткнулся. «Еще бы!» – слабо тягаться с Юрисом. Когда Скард ведет Иммонта похлебать чего-нибудь горячего, мальчик доверчиво держится за его руку. Он готов идти за Скардом не только до столовой, а хоть до Бедрена, хоть до самой Риги и даже дальше Риги. «А чудно, Юрис!» – сказал тому дядьке. «Как это можно перекиснуть в уксус?» «В сказках бывает, что люди превращаются в лягушек, в птиц, в деревья, но в уксус такого еще не бывало. И дядька завмаг, или как его там, ляпнул что-то совсем несуразное. Постой, как же это?» «Юрис, а что такое прилипать к рукам? Что прилипает?» «Как бы тебе это объяснить?» Голубые глаза Иммонта, само внимание. Юрис, конечно, ответит. Юрис никогда не отмахнется. «Отвержись, ты еще мал!» «Знаешь, если про кого-нибудь говорят, у него деньги прилипают к рукам, это означает, что он крадет. И он вор?» «Да». Иммонт видит, как его ботинки мелькают посреди плотно укатанной снежной дороги. Один, другой, один, другой. У второго сбоку заплатка. И снег здесь серый, а не белый, как на горе. Юрис! «Ну?» Иммонт раньше не замечал, что заплатка гораздо темнее самого ботинка. Кажется, на свете нет ничего важнее этого ботинка и этой заплаты. «Что ты, Иммонт?» «Юрис, а ты знаешь, мой папа тоже был вор». «Ну вот, это сказано». И пропала укатанная дорога. Тусклый снег, исчезли ботинки. Осталось только лицо Юриса с неглубокими впадинами на щеках. Две морщинки над переносицей, да светло-карие глаза с черными, как угольки, зрачками. «Ты ведь не воровал?» Иммонт раздумывает, признаться или нет, что он прошлой зимой слезал всю верхушку смолинового варенья, и оно потом заросло, как зеленой шерстью, плесенью, а мама диву давалась. Но Юрис, кажется, не ждет ответа. «Когда вырастешь большой, и будут у тебя дети, вот за них ты и будешь в ответе, а не за отца. Так стало быть, дружок, не болтай лишнего и живи». Иммонт молчит, шагает, время от времени поглядывает искоса на Юриса, по правде говоря, очень смутно понимая услышанное. «Не болтай лишнего, это вроде бы понятно, но живи». Мама говорит, играй. Мама говорит, не ходи или иди, принеси это, подай то, все это ясно, а что такое «живи»? И все же Иммонт чем-то горд. С ним говорят, как с большим. Иди, играй, это можно сказать каждому, даже Бобику. В теплой столовой Иммонт совсем разомлел. Когда они с Юрисом, утирая пот не хуже косарей, едят горячие щи, серьезного разговора никак не получается. А тут еще тетенька с белым полотняным венчиком и фарточком верещиной с ладонь принесла им картошки с грибной подливкой, и все горестные мысли выветрились у Иммонта без следа. Когда человек поест, он добреет. Не правда, что сыт и голодного не понимает. Понимает. Он вдруг вспоминает о своем друге, оставленном у дверей столовой, потому что вводить его туда запрещают правила общественного порядка. Иммонт сует две картофелины и подкладывает немножко грибов в платок, чтобы вынести своему другу. Делается все это тайком, потому что он на своем беку не раз получал нагоняй за дележ собственной порцией. Эй, постой, что ты делаешь? Не хочешь больше, что ли? Иммонт вспыхнул. Это я Бобику. Бобику мы раздобудем кость. Грибы он все равно есть не станет. А как ты думаешь, поганки он будет есть? Вряд ли. А почему их называют собачьими грибами? Да уж, наверное, от того, что для людей они непригодны. Собачьи грибы, собачья ромашка, лошадиный щавель. Все ты знаешь, изумляется Иммонт. А ты мне попался больно щедрый на похвалы, смеется Юрис. Погоди. Наберешься ума разума помаленьку, по зернышку. Сегодня одну услышишь, завтра другое. От мамы, от меня. И в книжках еще прочитаешь. А уж когда в школу пойдешь... Иммонт вздыхает. Не хочется в школу? Хочется. Только я туповатый. Это он говорит тоном взрослого, умудренного опытом человека. С чего ты взял? Мама сказала. Она хотела научить меня счету, да не получилось. Вот она так и сказала. Неужели ты еще не умеешь считать? Почти умею. Я только не могу так, ну, без запинки. Как заставят меня отбарабанить подряд, я сразу тыр-пыр и стоп. А по-другому получается? Как это по-другому? Ну, когда я думаю, будто мы едем вместе. А у дороги березы. И мелькает мимо. Или журавли летят в ряд. Один, два, три, четыре. Журавли, дружок, летят косяком. По лицу Иммонта опять скользит удивленный взгляд. Все ты знаешь. Эх, милый мой, ты даже не представляешь, сколько всего нужно знать. Для тебя каждый пустяк – диво дивное. Откуда, дескать, радуга берется? Что такое облака? Возможно ли это, чтобы земля была круглая? Иммонт от удивления присвистывает. А разве земля круглая? И Юрису приходится долго объяснять, доказывать Иммонту свою правоту, отвечать на десятки недоуменных вопросов. Зато на обратном пути в Яун-Бейлаву Иммонт почти всю дорогу молчит. Когда машина начинает вползать на косогор, он отглядывается на Берст-Сиэмс, который постепенно погружается в сизое марево и тихо произносит, как человек довольный, что время проведено с пользой. «Сегодня был хороший день». Потом умолкает надолго. Въехав в лес, Скард зажигает фары. Желтые мечи огней рубят пополам один за другим стволы сосен и елей, подкидывая вершины куда-то вверх в темноту. Иммонт сидит неподвижно. И Скарду кажется, что мальчик задремал, но, взглянув на него, он всякий раз видит широко раскрытые глаза, неотрывно глядящие на заснеженный лес, который сверкает в огне фар рассыпью голубых осколков стекла. И только с появлением первых домов Яунби и Лавы, Иммонт оживляется, начинает ерзать, заводит разговор. «А завтра мы опять поедем куда-нибудь?» «На этой неделе не получится, дружище», — отвечает Скард. «Я буду возить тяжелые товары, и со мной поедет грузчик. А в кузове, сам знаешь, такую погоду долго не выдержишь». «Это-то да», — соглашается Иммонт, а голова его горестно клонится все ниже и ниже. «Не унывай», — помолчав, продолжает Скард. «На будущей неделе, пожалуй, я смогу прихватить тебя с собой. Наверняка смогу». Но Иммонта неизвестно почему. Обещание не радует. Он отворачивается и неотрывно смотрит в окно. «Юрис? А? А встречать можно? Где? Завтра у гаража». Скард понятия не имеет, в котором часу завтра вернется. Иммонт, дожидаясь, его продругнет. Но у него не хватает духу отговаривать, сказать «нет». «Можно», — разрешает он, а сам думает. «Не забыть бы договориться со сторожем, чтобы впустил завтра Иммонта». Погреться в печке. «Корректор А.Кулакова» Продолжение следует...